Друзья, в этом видео мы рассмотрим более широкую оперативную сторону событий, а также детальную тактическую ситуацию на линии фронта. Наша любимая украинская армия сейчас переживает настоящую битву на истощение. Украине пришлось перейти от одного Бахмута к нескольким городским сражениям размером с Бахмут. И проблема в том, что они не могут эффективно защищать их все с одинаковой силой. Ура! Пару дней назад российские десантники из 98-й воздушно-десантной дивизии подняли свой флаг в микрорайоне Канал, печально известного ныне Часового Яра, расположенного на восточной стороне канала Северский Донец. Дело в том, что, как вы можете видеть на экране, этот сектор города, по сути, перестал существовать. Агентство Reuters довольно хорошо обрисовало ситуацию. Украинские войска отступают из части стратегического восточного города. Надеюсь, через пару месяцев они не станут писать, что Часов Яр вообще не был стратегически важен. Напомню, что российские десантники впервые закрепились в микрорайоне Канал 4 апреля. И им потребовалось 3 месяца, чтобы захватить участок размером 1300 на 1600 метров. Что же будет с остальной частью города? Одна из причин, по которой это заняло так много времени, в том, что Украина направила несколько своих самых элитных подразделений для отражения атаки, таких как Международный Легион и полк Кракен. Но в тот момент, когда они были выведены, игра была окончена. Теперь следующим шагом российской армии будет переправа через канал Северский Донец и штурм всего Часового Яра. Несмотря на то, что часть ведущих СМИ наконец-то осознала истинную ситуацию на поле боя, Форбс решил подышать копиумом. Сообщается, что с начала апрельской кампании в Часовом Яру российские военные потеряли 99 тысяч военнослужащих. Так ли это на самом деле? 99 тысяч жертв? Напомним, что именно 98-й российской воздушно-десантной дивизии было поручено захватить этот сектор Часового Яра. Итак, вы хотите сказать, что одна дивизия потеряла в 10 раз больше людей, чем имела в составе? Это просто бессмыслица. На самом деле, учитывая все летающие вокруг беспилотники, было бы легко получить видеозапись этих тысяч и тысяч жертв среди русских. Упс, похоже, это совершенно секретно. Тем временем, в Красногоровке происходит еще одно городское сражение, где шахтеры Донбасса со своими танками укрепили свой первый плацдарм в Красногоровке 24 апреля. Теперь, два с половиной месяца спустя, российские штурмовые отряды удваивают свои усилия, чтобы завершить завоевание второй половины города. Как и в Часовом Яру, мы наблюдаем что-то вроде рукопашной схватки в регби. И точно так же, русским потребовалась целая вечность, чтобы добиться каких-то успехов. Согласно последним новостям, украинская армия удерживает только четверть Красногоровки. Это полная катастрофа. Лично я думаю, что они уже работают над своими навыками отступления. Потому что при нынешних темпах продвижения российских войск, украинцы могут вскоре покинуть город. Подробнее об этом в конце видео. Конечно, украинские вооруженные силы делают процесс настолько болезненным и трудным, насколько это возможно, надеясь измотать вражеские войска и заставить их прекратить наступление. Добро пожаловать в History Legends с последними новостями о российско-украинской войне. Если вы новичок на этом канале, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Как вы знаете, на некоторых из моих роликов об Украине была ограничена или отключена монетизация. Так что не забудьте проверить мой Patreon или Paypal, чтобы поддержать проект. Спасибо всем, кто уже помог. И добро пожаловать в штаб-квартиру. Давайте начнем с первой горячей точки — битвы за часа Фьер, который расположен здесь, в этой части фронта. В этом районе заправляют российские десантные подразделения. К северу от Бахмута у нас находится 106-я воздушно-десантная дивизия, которая продвигается к Северску. И у нас есть 98-я воздушно-десантная дивизия, задачей которой является завоевание Часового Яра. Давайте вернемся к началу июня. Такова была ситуация в первый день того месяца. Российские войска зачищали Ивановское. Они продвигались вдоль этого леса, вдоль канала Северский Донец. Они закрепились в микрорайоне Канал и пытались расширить территорию, которую уже взяли под контроль. И, наконец, они пытались вытеснить противника из села Богдановка. 6 июня, во знаменовании высадки в Нормандии, в день Д, было замечено подразделение российской пехоты, пересекавшее эту часть канала. Возможно, чтобы открыть путь для высадки водного десанта. Из-за стратегического характера этой переправы украинское командование направило подкрепление, и русские, по сути, практически не продвинулись вперед. На следующий день десантники предприняли попытку обходного маневра в микрорайоне Канал. На этом видео мы видим, как российское подразделение из семи человек продвигалось вперед, пока по ним не был открыт огонь из автоматического гранатомета. Сразу же показалось, что 98-я воздушно-десантная дивизия добилась значительных успехов, потому что прямо здесь, на карте, было замечено еще больше российских десантников. Проблема ведения боевых действий в городских условиях заключается в том, что враг может затаиться в любом углу. Здесь мы видим первую пару русских солдат, пересекающих улицу. Они бегут на максимальной скорости в подвал одного из зданий. Как только положение станет безопасным, остальная часть отряда сможет продвинуться вслед. Битва за микрорайон Канал велась не только улица за улицей или квартал за кварталом, но также и комната за комнатой. Как вы можете видеть на этих безумных кадрах, эти российские солдаты предприняли внезапную атаку, обойдя позиции противника с фланга, с балкона. И просто взгляните на это здание. Каждый этаж подвергся разрушениям. И затем десантники подняли свои боевые знамена на крыше одной из этих многоэтажек. Сверху расположен имперский флаг России, а ниже — флаг их дивизии. Именно после этого у проукраинской группы Deep State UA не осталось другого выбора, кроме как отметить эту территориальную потерю на своей карте. По сути, вся восточная половина микрорайона Канал теперь находилась под контролем русских. Одна из главных причин, по которой Украина сейчас испытывает трудности, — это российская огневая мощь, которая просто стирает в порошок украинские опорные пункты один за другим. Конечно, всегда действовала российская артиллерия, но теперь еще и авиаудары. По данным United 24, Россия может производить около трех тысяч фабов в месяц. Ах, старая добрая городская перепланировка в стиле Грозного. После потери половины микрорайона 10 июня Deep State признала падение Ивановского. У украинцев, вероятно, были сильные позиции в этом лесу, что, скорее всего, позволяло им совершать рейды в населенный пункт. Но как только русские взяли этот район, Ивановское было признано полностью завоеванным российской армией. Следующее видео, которое я собираюсь вам показать, чрезвычайно интересно, потому что оно показывает типичный опыт участников боевых действий на Украине. Все начинается с того, что группа украинских солдат на бронетранспортере, похожем на Рошель-сенатор, направляется в сторону микрорайона Канал. Не считая экипажа, Рошель может принять до 10 пассажиров. Так что, по сути, целый отряд. Вместо того, чтобы двигаться колоннами, машины выезжают на фронт одна за другой, чтобы избежать обнаружения беспилотниками и артиллерией. Теперь обратите внимание, как только они доберутся до микрорайона, солдаты выбрасывают два ПТРК, сумки и коробки с боеприпасами, но также, что очень важно, целые упаковки бутылок с водой. Я узнал, что каждый отряд при ротации, по сути, привозит с собой все необходимые припасы. Обычно их хватает, чтобы прокормить себя и сражаться в течение трех дней, пока их не сменят. А все припасы и боеприпасы, которые они не используют в течение этих трех дней, они оставляют там для следующей группы. Здесь мы можем увидеть уходящее с поля боя подразделение, которое заменяют люди из Кракена. Затем мы видим, что у них есть две коробки с какими-то антеннами, которые, скорее всего, являются комплектами радиоэлектронной борьбы. Как вы можете себе представить, они, вероятно, используются для подавления вражеских FPV-дронов. Я не специалист по радиоэлектронной борьбе, если вас это интересует, я буду рад услышать ваше объяснение. Но вот как они активируют глушитель. Затем отделение из полка Кракен перебегает от одного здания к другому, вплоть до назначенной им боевой позиции. Я не могу показать вам следующую часть, но все, что я могу сказать, это то, что они ухаживают за раненым солдатом из предыдущего подразделения. Затем отряд Кракена занимает многоэтажку. Один солдат находится там, другой здесь. Я показываю вам все это, чтобы вы могли увидеть, как защищаются эти здания в режиме реального времени. В этот момент этот парень поднялся на второй этаж со своим автоматом. Этот на первом этаже и стреляет из своей винтовки. Затем он быстро переключается на свое дополнительное оружие. 40-миллиметровый гранатомет «Милкор». В целом, я хочу, чтобы вы обратили внимание на огневую мощь этого отряда пехоты. Это одна из тех вещей, которые делают полк Кракен элитным подразделением. Обычные украинские отделения и взводы ни за что не будут обладать такой огневой мощью. В конце концов, оператор бежит обратно к бронетранспортеру «Рошель», куда положили раненого солдата, и все вместе они едут обратно в тыл. В то же время южнее украинцы предприняли мощную контратаку против Клещеевки, вновь превращая часть карты в серую зону. Честно говоря, я не знаю, что там находится, но украинцы никак не хотят упускать это место. Но ситуация в этом секторе далека от благополучной для российских вооруженных сил. Линия фронта почти не изменилась за последний год. И что еще больше усложняет ситуацию, украинские операторы БПЛА нанесли удар по российскому подкреплению в тылу в районе села Отрадовка. К 19 июня русские предприняли свою собственную контратаку, и одно из их подразделений достигло нижней части Клещеевки, когда по нему ударила украинская артиллерия. Ситуация остается хаотичной, с большим количеством изменений в обе стороны, и, конечно, я дам вам знать, если ситуация изменится. Возвращаемся в микрорайон Канал. Международный легион и полк Кракен были полностью выведены к 12 июня. Именно тогда их заменили подразделения территориальной обороны и различные батальоны, укомплектованные призывниками. И угадайте, что произошло? Именно тогда российские десантники снова начали продвигаться вперед. Российские радисты быстро выяснили, что теперь они столкнулись с украинскими военнослужащими регулярной армии, или что еще хуже, с призывниками из подразделений территориальной обороны. Русские пехотные подразделения воспользовались этой возможностью и продолжили наступление. Как вы можете видеть, проблема связана с украинскими беспилотниками. Подразделения вынуждены разделяться, и все занимает больше времени, чем ожидалось. Подразделение, которое вы только что видели, пыталось обойти украинцев с фланга в этом комплексе зданий с этой стороны, используя прикрытие этой лесной зоны и этого жилого сектора. Конечно, в ответ украинцы посылали туда одно подразделение за другим, чтобы выбить оттуда русских. На этом видео российский беспилотник наносит удар по одной из таких машин, прибывшей в подкрепление. Несмотря на то, что машину пришлось бросить, мы видим, что примерно семерым-восьмерым солдатам удалось выбраться живыми. А это, в конце концов, самое главное. Теперь покажу вам нечто дикое. Зацените. Эти кадры удара российского FPV-дрона были геолокированы на расстоянии менее 100 метров от предыдущего видео с российскими солдатами, которое я вам показывал. Удар беспилотника по украинской бронетехнике здесь, а российские солдаты продвигаются под огнем автоматических гранатометов прямо здесь. Тесен мир, а? Как всегда, это игра в то, кто сможет помешать вражескому подкреплению добраться до линии соприкосновения. На этих кадрах российский беспилотник 98-й воздушно-десантной дивизии засек украинский бронетранспортер М-113, возвращавшийся с задания по огневой поддержке вблизи канала. Тем временем на этих кадрах еще один заброшенный М-113 добивают с помощью FPV-дрона, на этот раз внутри микрорайона. То же самое касается украинских ударов по российскому подкреплению, как сброс гранаты на эту огневую группу. Или этот прицельный артиллерийский удар по другому отряду. Ожесточенные бои продолжались в центре микрорайона канала. На этих кадрах вы можете видеть отделение семи российских пехотинцев, прячущихся за какими-то развалинами. Один из них оснащен ракетной установкой, из которой он стреляет по соседнему пятиэтажному зданию. Затем один за другим, спокойном строю, российские солдаты перебегают от одного укрытия к другому. По состоянию на 29 июня, несмотря на ожесточенное сопротивление нашей любимой украинской армии, потеря ими позиций между Калиновкой и железнодорожной линией, а также сражение на истощение в микрорайоне канал, заставили украинское командование рассмотреть возможность отхода на западную сторону канала Северский Донец. Как вы можете видеть на этом снимке, в тот день российская разведка зафиксировала активное перемещение бронетехники между западным и восточным берегами канала. За этим незамедлительно последовал массированный обстрел оставшихся украинских позиций. Как вы знаете, отступление под огнем противника — один из самых сложных военных маневров. В итоге отступление заняло три дня. К концу 2 июля российские войска полностью заняли микрорайон канала. Российский флаг был поднят на последнем здании этого сектора Часового Яра. Через три месяца после того, как первые десантники закрепились в микрорайоне канала. К 6 июля почти весь этот участок канала Северский Донец находился под контролем России. Тогда украинцы и перешли к активной обороне, активно применяя свои 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы. Конечно, нужно сказать о будущих операциях России против Часового Яра, но потребовалось три месяца, чтобы российская армия захватила небольшой городской район площадью 1,7 квадратных километра. На что же будет похожа ситуация с остальным Часовым Яром? Я уже могу планировать следующее видео по Часовому Яру через три месяца. Шутки в сторону. Если мы взглянем на эту карту укреплений, то увидим, что южный переезд на шоссе к западу от Ивановского полностью перекрыт. Большие бастионы, множество укреплений и оборонительных позиций. Прорваться через этот район будет чрезвычайно трудно. Противоположная сторона микрорайона канал также плотно укреплена. Так что я вижу только два варианта для российской армии. Вариант первый. Броситься в атаку и пробивать себе дорогу, используя превосходящую огневую мощь, авиаудары фабами, артиллерия и так далее. Вариант второй. Обойти вражеские укрепления и использовать путь наименьшего сопротивления. Русские могли бы пересечь эту лесистую местность и затем повернуть на север. И в то же время они могли бы штурмовать Калиновку, а затем переправиться через канал Северский Донец. В дополнение к этому русские отправляют в этот сектор все больше и больше FPV-дронов для того, чтобы выслеживать любую тяжелую технику, которая могла бы помешать пересечению канала. Теперь давайте продвинемся на 70 километров к югу, в сторону Красногоровки, где нас ждет еще одно тяжелое городское сражение — схватка в регби. К началу июня русские уже заняли южную половину города. План сражения был относительно прост. Двигайтесь на север за пределы Красногоровского огнеупорного завода. 9 июня 5-я бригада ДНР направила колонну из пяти единиц бронетехники в сторону Красногоровки. Поскольку у украинцев меньше огневой мощи, русские могут отправлять подкрепления в составе конвоев. В конце концов колонна разделилась на двое — один отряд из трех, второй из двух машин. У обоих впереди танк. Как только они добрались до въезда в город, их встретили украинцы. Все это взято из украинских кадров. Мы не знаем, удалось ли пехотинцам, находившимся внутри бронетранспортеров, высадиться. Но поскольку мы не видим их на видео, они, вероятно, это сделали. Вдобавок ко всему, это только одна колонна, которая попала в засаду. Но скольким удалось беспрепятственно пройти туда и обратно? К 10 июня, хотя восточные окраины были отмечены как находящиеся под контролем России, район не был зачищен на 100%. Российские пехотные подразделения провели большую работу по зачистке окопов в этом секторе. Например, небольшие огневые группы пробирались через этот абсолютный лабиринт разрушенных окопов в поисках вражеских точек сопротивления. Одним из главных оплотов украинцев был этот комплекс высотных зданий. Из них открывается вид на все поле боя, и они практически неуязвимы для артиллерийских ударов. Поскольку лобовая атака могла дорого обойтись, местный русский командир, вероятно, попытался окружить их, продвигаясь по Советской улице. На этом видео российские пехотинцы бросились к дверям Хрущевки. В конце концов, одна из двух групп выбегает из-за того, что ее обстреливают украинцы. 17 июня российские штурмовые отряды продвинулись в этом направлении на 150 метров. К 21 числу они поднялись еще на 100 метров. Прогресс шел медленно, потому что русские использовали тактику проникновения, выискивая бреши внутри украинской линии обороны. Вдобавок ко всему, большинство этих разведывательных миссий и атак выполняются небольшими тактическими подразделениями, как эта команда из трех человек, маневрирующая между домами. К 26 июня стало ясно, что эта украинская линия обороны в центре города отодвигается назад. А неделю спустя украинские позиции к западу от Красногоровки рухнули. Согласно последним новостям, к 11 июля тут и там замечены российские пехотные подразделения. Эта крупная фланговая атака с восточной стороны Красногоровки полностью захватила стратегически важный район многоэтажек, о котором я рассказывал вам ранее. А также больницу. Теперь все, что осталось украинцам, это жилой сектор к северо-западу от города, который, честно говоря, невозможно удержать в долгосрочной перспективе. Я лично считаю, что украинцы уже проводят поэтапный вывод войск из Красногоровки. Прежде чем мы закончим, я хотел бы показать вам кое-что, о чем никто не говорит. К югу от Красногоровки весь 8-километровый фронт заполнен украинскими войсками, которые просто прячутся в лесополосах. Так что параллельно с битвой за Красногоровку мы также должны следить за битвой за Георгиевку. Если Красногоровка падет, всем украинским войскам, расположенным к северу от города, также придется быстро отступить, если они хотят избежать окружения. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете о моем анализе. Если вы хотите поддержать мою работу, обязательно зайдите на мой Patreon или PayPal. Ссылки приведены в описании ниже.